Михаил Дегтярёв побывал с рабочей поездкой в Амурск, где посетил объекты и инфраструктуры города, а также детский оздоровительный центр «Орбита». Более подробно смотрите далее. В ходе рабочей поездки губернатор посетил набережную города, чтобы лично посмотреть на изменения, которые произошли с его первого посещения в 2020 году. С этого же года на территории произвели работы почти на 28 миллионов рублей. Были обустроены пешеходная зона и места для отдыха в виде ротонт и пергол по всей линии. Обновлена и пляжная зона с лестницей, ограждениями и раздевалкой. Также Михаил Дегтярёв отметил появление легендарной скульптуры «Ангела-Хранителя», которых в мире насчитывается всего 37. «Очень красиво, видно, что качественно провели работу. Это место притяжения всех жителей города, гостей. Я уверен, что там всё будет только умножаться и украшаться дальше. Ну и хочу сказать, что это уникальный объект с той точки зрения, что там деньги с разных программ. И по федеральному, и национальным проектам «Комфортная городская среда», и наши краевые там средства, и по линии ТОС, и по линии поддержки молодёжных инициатив. Там всё в один котёл, когда видим хороший результат». Следующей точкой визита главы края стал загородный детский оздоровительный центр «Орбита». На данный момент в лагере проводится одна из самых популярных среди детей смена «Форпост», которая имеет более 12 партнёров, ежедневные образовательные блоки по профориентации, а именно знакомство с профессиями различных силовых структур, службой в Министерстве обороны и Росгвардии Российской Федерации. В лагере губернатор оценил состояние жилых корпусов, образовательных блоков и столовой, а также инфраструктуру самого лагеря. «Я познакомился со здоровительным отдыхом детей. Это главные всегда точки, особенно в летний период моих приездов, во все районы и города. В Амурске очень хороший лагерь, сохранился он муниципальный, «Орбита» называется, я побывал сегодня. Там пообщался с детьми, с вожатами, с военными, которые там из фурбы участвовали в турнире по футболу. Видно, что материальная база, конечно, уже устарела, но в целом большая благодарность руководству, местным властям и районам, и городам за то, что все это сохранено. Мы приняли решение выходить на федеральную программу по обновлению материально-технической базы для детского отдыха. Мы будем заявлять «Орбиту» на новые корпуса на строительство и на ремонт действующих. Поэтому «Орбита» будет жить. Я хотел своими глазами посмотреть, куда вложим большие деньги. Также в рамках рабочей поездки губернатор посетил ледовый комплекс «Территория льда». Это многофункциональный ледовый хоккейный комплекс для круглогодичного использования с основными направлениями хоккей и фигурное катание. «Территория льда» – это современный спортивный комплекс, который был построен посредством социального соглашения между правительством Хабаровского края и металлургической компанией «Полиметалл». «Решил посмотреть. Вижу, что занимаются дети. Фигурное катание – молодцы, но великолепный тренер, хорошие, очень увлеченные такие девочки. Они, я уверен, станут нашими чемпионками. Ну и хоккеисты за семь месяцев с нуля, в общем-то, хороший уровень. Уже борются с ребятами из Ванина, из Хабаровска. Думаю, кто-то из них в 8-го Амура лет так через 8-10 может спокойно пробиться». Рабочая поездка Михаила Дегтярёва по районам Хабаровского края проходила с 14 по 16 июля. В рамках этой поездки глава региона посетил Комсомольский, Солнечный, Полины Осипенко и Амурский район.